Подведение итогов года началось с награждения лучших сотрудников управления. От Одинцовского района полицейских благодарил лично Андрей Иванов. Он отметил, что работа правоохранительных органов была четкой и профессиональной. И напомнил, 2016 год обещает быть непростым. Мы вступили в новый политический цикл. И в этом году, 18 сентября, нас ожидают выборы депутатов Государственной Думы и выборы депутатов МОСОБОЛ Думы. При этом есть новшества в этом году. У нас в мае месяце пройдут так называемые праймеры. Уверен, что вместе с вами мы на высоком уровне пройдем мероприятие по выявлению и предотвращению террористических и экстремистских угроз в период подготовки к проведению выборов. В итоговом докладе начальника Одинцовского управления полиции Алексея Школкина был проанализирован весь комплекс правоохранительной деятельности его подчиненных. От раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений до ведения профилактической работы, противодействия наркоугрозе, проявлением терроризма и экстремизма. В 2015 году на территории района полицейскими было зарегистрировано почти 77 тысяч сообщений о происшествиях. Больше всех в области. Из них 4,5 тысячи сообщений о преступлениях. Следует отметить, что снизилось общее количество таких преступлений, как тяжкие и особо тяжкие. А именно убийство, умышленное притечение тяжкого вреда здоровью, последующая смерть, изнасилование на 40%, вдумайтесь в эту цифру, краж транспортных средств на 18%. Ну и нельзя не отметить, что есть такие же у нас как бы и пробелы в том, что мы допустили рост таких преступлений, как разбой на 81%, грабежи на 16%, общее количество вал краж на 6,5% и краж из квартиры на 37,9%. Проблемы роста числа уличных преступлений тесно связаны с вопросами нелегальной миграции и наркоугрозой. Решать их нужно одновременно. При этом нелегальная миграция сама по себе усиливает опасность проявлений терроризма и экстремизма. Руководители управления полиции сориентировали личный состав на повышение служебно-регистрационной дисциплины и усиление профилактической работы. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».